Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается достаточно интересного вопроса. И, в общем-то, эта новость, она связана с вопросом обложения законных процентов НДС. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. Сразу скажу свое предположение, что, пожалуй, данное письмо будет одним из обсуждаемых разъяснений Минфина России, поскольку вывод, который в нем содержится, он явно не вытекает из содержания как Института законных процентов, так и из содержания главы 21 НКРФ. Так или иначе, Минфин, рассматривая данный вопрос, сделал вывод о том, что законные проценты могут облагаться НДС. Отмечу, что данный вывод сделан не так четко, как бы хотелось, но, тем не менее, из содержания можно увидеть, что Минфин полагает, что законные проценты могут облагаться НДС. Вообще, первый вопрос, который встает, исходя из данного разъяснения, это то, распространяется ли оно на старую редакцию статьи 317.1, либо она распространяется только на редакцию новую, которая появилась с июля 2016 года. Но в самом письме Минфин делает отсылку на то, что в настоящее время действует новая редакция. Но, опять же, повторюсь, ответы на вопрос, является ли данное разъяснение, скажем так, всеобщим, независимо от редакции статьи 317.1 ГКРФ, либо разъяснение касается только новой редакции. Еще один аспект, который следует учитывать, это то, что соответствующее разъяснение Минфина России, безусловно, во многом ставит крест на применение статьи 317.1 ГКРФ, поскольку вряд ли стороны захотят дополнительно уплачивать НДС соответствующих сумм. Поэтому они будут искать иные способы обеспечения своих обязательств и, в общем, обеспечения своих интересов. Но так или иначе, налогоплательщикам следует учитывать данное письмо и при составлении договоров понимать последствия, которые связаны с налогом на добавленную стоимость. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.